Мне нравится, иди пешком Дети все равно, в 37 уже все-таки взрослый человек, поэтому понимаешь, как ты относишься к своему здоровью, что окружающие дети смотрят уже на тебя, ты смотришь, как ты относишься к своему здоровью, так и они и относятся, поэтому внимательнее, внимательнее, и к окружающим, конечно, внимательнее. Раздельное питание, поменьше всяких вкусностей, которые очень вкусные, но никакой пользы для организма они не приносят. Конечно, нужно баловать организм, но не совсем, а уж тем более курить, чтобы дыхалка была нормальная, я думаю, что не стоит, хотя некоторые роли требуют того, чтобы ты взял сигарету в кадре. Я этого не люблю делать, потому что сигарету увидит зритель, и молодежь, который смотрит, ну раз герой позволен, значит, наверное, позволен и нам, я не сторонник этого, лучше, наверное, обойтись все-таки, чтобы герой был без сигареты. Но иногда есть такие герои, у которых это просто как знаковая имиджевая составляющая, поэтому приходится. Вот, ну, в жизни нет. Про алкоголь не буду говорить, потому что многие, наоборот, поддерживают, и в меру. Если бы люди знали меру, тогда было бы, наверное, замечательно. У нас в России меры не знают, у нас, если уж пьют, то пьют, если уж курят, то курят. Я думаю, что за здоровый образ жизни должны бороться, наверное, взрослые, потому что, глядя на них, и молодежь тоже начинает заниматься здоровьем. Я могу сказать, что сейчас очень много людей, и продвинутых людей, и огромное количество бизнесменов, которые, допустим, могут себе позволить все, что угодно, а наоборот, занимаются здоровьем. То есть получается, что это необходимо людям, которые позволены всем, которые могут себе позволить все, что угодно, тем не менее, не позволяют себе, потому что занимаются здоровьем. Значит, в этом есть смысл. Вот, и артисты тоже сейчас, если раньше, допустим, была такая формула, если ты не пьешь, ты не гений. Ну, раньше знаменитое ВТО было, все обязательно пили. Если взять эпоху наших отцов и дедов, как раз в театральном мире тогда пили все практически, выпивали. Также была другая еще формулировка. Если ты не пьешь, значит, ты либо больной, либо сексот. Вот, либо из КГБ, либо ты больной. Пили все. Сейчас время поменялось, сейчас артисты тоже перестали пить, многие, и из молодежи тоже, потому что много работы. Время, оно стало сжиматься. Такое ощущение, что мы проживаем не 24 часа в сутки, а мы проживаем, допустим, ну, около 50, наверное, я не знаю, 50 часов. То есть в два раза больше мы проживаем времени, с зажатой количеством времени проживаем гораздо больше. Вот поэтому времени просто тратить не на то, чтобы тебе потом было гораздо хуже, чем ты на самом деле сейчас себя ощущаешь. Глупо, глупо, глупо. Стараться подлости не делать. Вот это. Обореваем страстями, я думаю, как и все люди, обореваем страстями. Бороться с ними, да, по возможности. Ну, худого и плохого не делать. Зла не делать. Вот это, наверное, самое главное. Потому что все остальное тоже, тоже стараться жить все-таки по законам морали. Стараюсь. Да, может быть, не всегда получается, но стараюсь, стараюсь, и это важно. Главное, конечно, зла не делать, потому что самая, наверное, основа, основа любой религии. Возлюби ближнего. Надо, надо. А иначе как жить в этом мире? Потому что и так агрессии много. Если ты еще будешь отвечать агрессии на агрессию, нельзя. Мы люди, ну, как же так? Поэтому, чтобы сохранить этот мир, конечно же. Я понимаю, что энергии агрессии многие питаются, многие люди нехорошие питаются. Агрессии. Ну, это тоже. Потому что весь мир пропитан энергиями. Они как из переливающихся сосудов. Они друг друга заменяют, они переливаются. Есть закон сохранения энергии, поэтому она никуда не девается, она переходит в различные состояния. Все-таки нужно аккумулировать, наверное, добрую энергию, хорошую. Есть книги, которые мне интересны и симпатичны. Они читаются как сказочные книги, как сказки. Я думаю, что в любой даже нашей русской сказке столько эзотерики, если уж говорить языком современным, почитайте, и вы увидите столько действительно интересного и эзотерического. Да, в принципе, все сказки это сплошная эзотерика. И на сказания, подтексты, и действительно такой смысл, глобальный, вечный смысл, который есть в любых сказках. Сейчас вот идет постпродакшн моей истории, сказку, которую я придумал. Она называется «Реальная сказка». Детское кино нужно, оно необходимо. И мне захотелось взять вот такую реальную сказку. Там сказочные персонажи живут среди нас, среди людей. То есть сказка умерла, она стала никому не нужна. Кощей победил во всех сказках. И он провел в наш мир всех сказочных персонажей. Кто как устроился. Кощей устроился хорошо. Ему в нашем мире очень удобно. Это его мир. К великому сожалению, вы знаете, наши сказки прокатом не воспринимаются. Потому что огромное количество компаний, нацеленных на американскую продукцию, и в основном воспринимают экшн. То есть все, что угодно, экшн, но истории со смыслом. И, допустим, поработать на отечественных кинематографах. Ну, просто действительно. Потому что мы же живем в нашей стране. Здесь, а не там. Ну, им это невыгодно. Фразу, которую произносит мой герой Кощей в исполнении, замечательно. Блистательно исполнил Леонид Савченко Ермольев. Блистательно сыграл Кощея. Есть юмор, есть интеллигентность, есть мудрость. То есть потрясающе сыграл Кощея Леонид. Он говорит, бизнес, да, и пойми, ничего личного. Эта фраза, понятно, из крестного отца, но вот это вот, ничего личного, ничего личного. Так вот и прокатчиков сейчас, ничего личного. Бизнес, ничего личного. К свеликому сожалению, Кощея в нашем мире, в мире людей, сейчас устроился очень хорошо. Ну, и с Кощей им надо бороться. И вот, рассказывать сюжет не буду, но сказка тем интересным, в ней есть смысл. Есть герой, 14-летний парень, Сашка Бахтырев. Есть смысл, в сказке появился смысл. Очень бы хотелось вернуть этот смысл. Ну, пожалуйста, вам, эзотерика здесь. Здесь все вместе, и смысл все вместе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА